Те существа, которые родились, да, в великой этой матрице, в которой есть высшие этажи, высшие какие-то уровни, высшие существа рождаются без участия, соития двух разнополых существ напрямую, а рождаются в результате какой-то высшей технологии или генной инженерии, или какого-то некоего высшего знания, которое позволяет им быть совершенными прежде всего в духовном плане. И это совершенство в духовном плане является изначальным и дает им возможность совершать любые поступки и любые вещи, которые им важны. Итак, высшие существа ситхи, то есть те, кто владеет ситхами, сверхспособностями, ну, по отношению к нам, простым людям, материальной, грубой материальной вселенной. Санат-Кумары доказали многократно, что они высшие существа ситхи, ну, например, их проклятие имеет силу и реализуется мгновенно. То есть они сказали, что мы вас проклинаем, Джая Виджая, вы родитесь на земле, те сразу бац, и воплощаются на земле. Те существа, которые живут на высших уровнях, они, конечно же, больше могут контролировать время, которое находится их ниже по этому уровню. И вот Санат-Кумары, я сейчас о чем говорила, что это великие мудрецы в телах младенцев, которые могут материализовать любое свое желание. А проклятие – это один из вариантов желания. Ну, обычно оно происходит, конечно, в гневе, но тем не менее это желание, это намерение. Они сказали, мы проклинаем вас, не будете вы тогда здесь стоять, вы будете наказаны за то, что нас не пустили к Вишну. И, значит, опять же вспоминаем, что Санат-Кумары, ну, они не захотели быть мужчинами, не захотели быть юношами. То есть они не захотели достигать половой зрелости, не захотели переживать каких-то, переживать взросление себя как мужчины, не захотели видеть себя половозрелыми, не хотели видеть все последствия этого, не хотели достичь состояния, когда они хотят какую-то девушку, хотят жениться, там, привязываться к своим семьям, к своим детям. Ну, они просто с ним сказали, мы хотим остаться там вечно в телах детей. Нормально, да? И спокойно себе живут миллиарды лет в телах детей, и прекрасно. Но, опять же, мы должны помнить, что телами-то они дети, телами-то они карапузы, но своей сущностью они являются древними ариши, древними ситхами, древними могучими мудрецами, которые в каком-то смысле прячутся за личиной маленьких детей. И непросвещенное существо может напороться на серьезные неприятности, если каким-то образом неуважительно или неправильно будет общаться или обращаться к этим великим самат-кумарам.